Привет, друзья! Вы на канале AndroNews. И сегодня у меня на столе совершенно неожиданно очутился смартфон Xiaomi Redmi Note 7 Pro. Я, кстати, им пользуюсь уже последние две недели. Просто замечательный аппарат, просто сумасшедший. Я когда вообще впервые взял его в руки, вы поглядите, поглядите на его дизайн, вы посмотрите на его расцветку. Это же просто что-то невероятное. Этот смартфон создан богами, не иначе, по-другому сказать не могу, нет. И ладно смартфон, ну что такое смартфон? Да они все звонят, вот эти все там операционные системы, все такое. Коробочка, вы поглядите на эту коробочку. Это же просто, она создана богами. Я по-другому сказать не могу, потому что расцветка, все вот эти углы, это все круто. А знаете, вот я когда перс открыл, запах какой. Ну, запаха никакого, и это на самом деле уже хорошо, потому что, знаете, мог бы быть запах и плохой. И вообще, после того, как я попользовался, я им говорю, две недели, две недели, даже три недели я им попользовался, вот, это просто что-то невероятное. И я принял решение, что я оставляю его себе. Ну, потому что, ну это же не стыдный аппарат, а мы-то с вами, ребята, взрослые, да, серьезные, мы понимаем, что все, что не стыдно, нужно оставлять себе. Вот так вот. Не забудь поставить палец вверх, если ты вообще понял, что здесь происходит. А теперь давайте чуть более серьезно. В моих руках сейчас действительно находится смартфон Xiaomi Redmi Note 7 Pro. И, вы знаете, на первый взгляд может показаться, что это тот же Xiaomi Redmi Note 7, только на стероидах. Но если повнимательнее присмотреться, попользоваться им какое-то время, ты понимаешь, что... Да, это Xiaomi Redmi Note 7 на стероидах. Чуть больше месяца назад у нас на канале уже было ролик, где мы сравнивали эти аппараты. Но то было чисто техническое сравнение характеристик, звука, камеры и так далее. Почти никакого личного пользовательского опыта. С тех пор я, можно сказать, снова, две недели попользовался смартфоном Redmi Note 7. После две недели попользовался прошкой для того, чтобы наглядно ощутить ту самую разницу. И предварительно установил сюда глобальную версию прошивки от индийцев. И, вы знаете, разница действительно есть. Она существенная. И мне есть чем с вами поделиться. Поэтому, ребят, давайте там присаживайтесь поудобнее, а я, наконец-таки, начинаю. Хотя нет, ребят, еще раз напоминаю, что прямо сейчас мы разыгрываем смартфон Huawei P30 Pro. Ссылка в описании. У нас все предельно честно. Условия максимально простые. Без Google Form, без всяких репостов и так далее. Также мы сейчас принимаем заявки на прокачку ПК. Ссылка также будет в описании. Настоятельно рекомендую принимать участие. Удачи! Конечно же, самое главное отличие – это процессор. В Redmi Note 7 Pro установлен Snapdragon 675. А у младшей версии старый, можно даже сказать, пожилой процессор Snapdragon 660. Проверенный временем ветеран, который все еще тащит. Для бюджетника это, конечно же, отличный чипсет. Но нужно понимать, что новинка все-таки намного круче. Прошка действительно мощнее. И в процессе пользования это ощущается. Особенно мне понравилась производительность в играх. К примеру, в графонистой и реально тяжелой игре New Entasty при желании можно даже включить максимальные настройки графики. Конечно, FPS при этом серьезно просядет. И я бы не стал так играть. Но Redmi Note 7 проявил себя еще хуже. Мало того, то ли из-за тех процессоров, то ли из-за того, что китайцы там как-то подшаманили СПО, но он действительно дольше держит заряд, нежели обыкновенный Redmi Note 7. Мало того, это же подтвердил наш тест времени автономной работы. Для большего понимания он точно держит два дня. Если, допустим, Redmi Note 7 бывало там полтора дня держал, то есть при тех же сценариях использования, то прошка железно держит два дня. То есть, ну, понятно, что если вы будете сильно его насиловать, то он может и раньше разрядиться. Но в целом это действительно ощущается. Когда я устроил смартфону день хардкорного режима, давайте здесь поподробнее, с навигацией по GPS, играми, записей видео и так далее, в общем, я его не щадил. Использовал на максимум. А когда пришел домой, осталось еще 27% заряда. Короче, Snapdragon 675 это очень достойный чипсет. Просто тупо лучше. А еще он отличается тем, что изначально имеет полную поддержку модулей камер с разрешением 48 мегапикселей. И даже выше, без всяких дополнительных ухищрений, как это реализовано у Redmi Note 7. Я не буду, да и не хочу называть сейчас никаких имен, но у некоторых моих коллег гнистого бомбило от того, что у Redmi Note 7 камера якобы не на 48 мегапикселя. Типа все это маркетинг, тотальный наебоз и так далее. Знаете, мы все ошибаемся, я сам не без греха. Но, извините меня, половину ролика бомбить о том, в чем ты даже не разбираешься, но это, по-моему, халатность сотого уровня. У Redmi Note 7 камера реально на 48 мегапикселей, и интерполяция к этому не имеет никакого отношения. Кстати, согласно техническим характеристикам, указанным на официальном сайте Qualcomm, процессор Snapdragon 660 поддерживает такое разрешение. С этим тоже нет никаких проблем. Если же говорить о Snapdragon 675, который установлен в прошке, так там вообще запас вплоть до 192 мегапикселей. Я просто хочу, чтобы аудитория моего канала знала реальный ход дел, и не обращала внимания на всякие там глупости. Redmi Note 7 получил просто охренительную камеру, а с учетом ценника фотографирует он просто бомбически. И несмотря на то, что версия Pro получила технически более крутой модуль камеры от Sony, с трушными 48 мегапикселями, в реальном использовании я так и не ощутил разницу. Вернее, разница, конечно, есть, но ее можно заметить только при прямом сравнении, лоб в лоб. Слева одна картинка, справа другая. А если мне просто покажут фотографию, сделанную на Redmi Note 7, и скажут, что она была сделана на версию Pro, то я охотно поверю в это. Оба смартфона фотографируют просто великолепно, и в отрыве друг от друга я хрен отлечу где какой. Что касается фронтальной камеры, у прошки она все-таки немного лучше, за счет чуть более низкой апертуры. На всякий случай повторюсь, совсем немного, чуть-чуть, капельку лучше. Итак, чтобы подвести какую-то финальную черту, вот вам мой вердикт. Отвечая на вопрос, стоит ли переплачивать за версию Pro или не стоит? Я бы не переплачивал, и сейчас я объясняю почему. Да, разница между ними есть, но она несущественная, то есть в основном она заключается в более мощном процессоре версии Pro. Но это не отменяет того факта, что простой Redmi Note 7 тоже работает шустро, он отлично справляется с играми и так далее. И я вам скажу больше, если простому человеку, вот не задроту такому, как я, дать два этих смартфона, сказать, что вот это два Redmi Note 7, у них одинаковое количество постоянной памяти. Но он особой разницы даже не заметит. Ну это если вот так вот совсем честно. Вы скажете, ну а как же время автономной работы? Я не отказываюсь от своих слов, прошка действительно живет дольше. Но вы должны понимать, что разница все равно не настолько существенная. То есть если у вас в кармане есть там лишние 50 баксов, окей, можно брать Pro, в любом случае вы будете довольны. Плюс вы должны понимать, что здесь нет поддержки 20 бэнда, только B7 и B3. То есть для России это может быть критично, для Украины пофигу, в принципе можно брать и не париться. Поэтому вот разница есть, но она в мелочах. Немножечко лучше камера, немножечко лучше время автономной работы, лучше производительность, но вы с самого начала расставьте для себя приоритеты. То есть если у вас есть лишние деньги, окей, переплачивайте, то есть прошка в любом случае лучше. Но я бы особо не парился по этому поводу, потому что все-таки, наверное, Xiaomi из линейки Redmi, да, покупает для того, чтобы сэкономить деньги. И есть смысл купить обыкновенный Redmi Note 7. Ребят, у меня все. Не забывайте ставить пальцы вверх под этим видео, делиться им со своими друзьями, подписывайтесь на канал, участвуйте в наших розыгрышах, прокачках ПК и так далее. Все ссылки в описании. Да пребудет с вами Android. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok